Привет, дорогие зрители! Я уже много-много раз пытался сделать идеальный пиксельный дисплейчик, то есть сделать его еще более компактным, еще более аккуратным, красивым. Но в конце концов я остановился вот на этой конструкции, она меня вполне устраивала, но пришла пора для чего-то нового. То есть именно для вот такой же конструкции, но уменьшенной по длине на два блока. Ну на самом деле не бог весть что, но по крайней мере это достаточно вполне... Оно работает и работает хорошо. Значит демонстрирую, как оно работает. Так, снимаем блокировку. Если нажимаем на клавиши, любые сзади, у нас отображают соответствующие пиксели на экране. То есть их всего здесь 10... Нет, 5 на 5 пикселей, то есть 10 на 10 блоков. Вот так вот. То есть каждый пиксель по 4 блока. По нажатию на кнопку сброса у нас все это стирается с экрана. Если мы заблокируем вот, принудительно, попробуем тоже чуть-чуть нарисовать на дисплейчике, у нас ничего на нем не отобразится, то есть как бы экран будет защищен от записи. Вот так вот. То есть ну давайте приступим к постройке. Для начала сделаем подложечку под непосредственно сами пиксели. Раз 10 на 10, значит, стублируем ее по горизонтали 9 раз. То есть имеющуюся уже конструкцию. Так, 9. Так вот. Выделяем эту же конструкцию. И дублируем по вертикали ее также 9 раз. Это наш будущий дисплейчик. Теперь нужно сделать главную подложку, то есть то, на чем все будет, собственно, лежать и так далее. Где будут ячейки памяти, тут, естественно, есть ячейки памяти. Сейчас это, скорее всего, последняя серия, которую я снимаю перед великим творением iMac. Я решил вот что сделать. Поскольку iMac, вот мой, если кто смотрел, конечно, предыдущее видео, нужно переделать практически с нуля, то есть там новая система 7-битная. Ну, соответственно, сейчас расскажу. Значит, факелы активируют перед собой лампочки. Факелы также активируют над собой черную шерсть. А черную шерсть активируют также лампочки. Ну, соответственно, у нас загорается 4 пиццеля, поскольку у нас здесь загорят 2 факела. Вот так вот. Это такая смена выслей, как говорится. Ход событий. Так, делаем такую хрень. Так вот, а счет iMac. Я, скорее всего, буду снимать видео именно по постройке его с нуля практически. То есть вместе с вами будем строить. Это будет очень, на самом деле, круто. Каждый день, наверное, минут по 40, по 30, там посмотрим. Ну вот. Значит, продолжаем. Насчет, собственно, конструкции я перекликаюсь. Да, всегда. Но я просто должен был бы сказать, потому что, возможно, кому-то это нужно. Делаем такую конструкцию. Так, 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 так. И вот так вот. Серая. Это будет наша ячейка памяти. То есть, то, куда все будет дело записываться. Здесь ставим факел. Здесь также факел. Здесь репитер. И здесь репитер. А, кстати, у меня новый компьютер, поэтому прошу прощения за какие-то там проблемы, возможно, с микрофоном будут. То есть, именно голос плохо слышит. Но я не знаю. Во всяком случае, это встроенный микрофон, и он вроде бы работает нормально. Значит, смотрите. По нажателю на эту кнопочку у нас на экране будет загораться один пиксель наш. Загореться. Загораться. Загораться. По нажателю на эту кнопочку у нас он будет стираться. То есть, соответственно, систему сброса нужно подключить примерно вот в это место. Ну, как-нибудь сюда. Я долго думал и решил сделать это с помощью полублоков. То есть, здесь ставим репитер, чтобы не коротило здесь сигнал. Здесь ставим редстоун. Здесь как-нибудь, я даже пока не знаю как, но как-нибудь вот так вот проведем полублок. То есть, на чем все, собственно, будет лежать. Здесь также внизу какой-нибудь, я не знаю, блок поставим. Пусть будет черная шерсть. Эта штука будет все дело сбрасывать. Еще ниже давайте. Давайте сделаем день. Надеюсь, игроки не будут сильно против. Так вот, собственно, кто их спрашивает, как говорится. Ставим здесь репитер, ставим здесь редстоун, шерсть и также редстоун. Мы сейчас сначала сделаем один рядок по вертикали, потом его сдублируем несколько раз, чтобы не было никаких ошибок и глюков. Так бы гораздо прочно, на самом деле, интереснее. Вот. То есть, это наш блок памяти. Остальное будет уже блоком блокиратора. Как его так назвать, я даже не знаю, как правильно. Ну, скорее всего, блок блокиратора, ладно. Теперь нужно сдублировать вот эту хрень, саму память, да? Также по вертикали. Ну, естественно, не 9 раз, а, ну, хотя бы 2 там. Да, 2 достаточно будет. А, так все хорошо, смотрите-ка. Все хорошо, тогда 9 раз. Ладно. Так, 9 ли? А, 9 ли? 9 ли? 4 раза. Вот так вот. Ну, и, соответственно, черную хрень, нам нужно также сдублировать 4 раза. Вот. Это наша будущая память для дисплея, то есть блок памяти. Лишнее, а все здесь удалено, то есть я предлагал вот это удалить. Лишние места, вот, кстати, здесь вот, между факелами, чтобы нигде ничего не коротило. Так, ну, вроде все нормально. Та-та-та-та-та-та-та. Да, все нормально. Ну, здесь поставим ростов, на всякий случай, мало ли, пригодится потом. И, собственно, проверим всю систему. Давайте поставим здесь рычаг. Это будет рычаг сброса. И у нас сигнал передается вертикально вверх по полублокам и блокирует, и сбрасывает нашу систему, то есть в этом месте. Как мы уже показывали, здесь кнопка стояла и экран газ. Ну, давайте нарисуем какую-нибудь там пиксель произвольную абсолютно. Поставим здесь кнопочки, ну, скажем, через ряд их будем активировать. Вот так вот. И смотрим, что у нас на экране отображается. Вот они, наши через ряд пикселей загорелись. Ставим сюда кнопку, нажимаем кнопку, а они сбрасываются. Вот так все работает. На самом деле ничего сложного нет. Ячейка памяти стандартная самая, моя любимая на самом деле. Ну, и предлагаю, что, раз все готово, уже сдублировать ее по горизонтали. Раз все нормально. Ну, надеюсь, нормально. Так же четыре раза. Вроде бы все будет хорошо. Давайте проверим. Так, нарисую. Здесь, скажем. Здесь. Здесь. Какую-нибудь, не знаю, шахматную доску нарисуем. Ну, сильно много тоже, чтобы заморачиваться не надо, потому что это тоже лишний геморрой, как бы, и никому это не нужно. Вот. Ну, по крайней мере, рисует он нормально. Теперь нажмем на кнопку сброса. И, по идее, все. Нет, не все, не все, не все. К сожалению, не все. Потому что я не сдублировал вот в этом месте, к сожалению, саму систему сброса. Четыре раза. Так, вот теперь будет все стирать. Будет все стирать? Будет. Давайте даже проверим отдельно. Нажмем на рычаг. И у нас наверху, везде на полублоках, будет дан сигнал. То есть, мы сейчас сделали только что систему памяти. И хрен бы с ней. Так, теперь нужно каким-то образом волшебным, да, подключить сюда систему блокировки. Она гораздо сложнее, на самом деле, делается. Я буду сюда специально подсматривать, потому что тут далеко все не так просто. Давайте возьмем, не знаю, какой-нибудь другой блок. То есть, отметим чисто для нас же. Начнем, опять-таки, по горизонтали все это дело делать, чтобы у нас, опять-таки, не было никаких глюков. Здесь поставим репитер. Сдублируем конструкцию. Эту хрен знает сколько раз. Ну, четыре раза. Вертикали. Вот так вот. И у нас здесь нужно построить такую конструкцию, которая, как бы, будет работать принципом инверсии. Значит, смотрим. Возьмем нашу шерсть, серую. Фирменную и любимую. Так, здесь ставим систему инверсного сигнала. То есть, смотрите, ставим сюда факел, здесь рестован, здесь такую же систему и такой же факел. То есть, смотрите, если мы сюда подадим сигнал, он активирует вот этот блок, и, соответственно, здесь работает инвертор и будет дан сигнал обратно. Ну, естественно, это работает с небольшой задержкой, но, по крайней мере, сделано для того, чтобы здесь был кусочек рестованного свободного. Но если мы здесь принудительно дадим сигнал, то, как бы мы ни нажимали, на экране у нас ничего загораться не будет. Вот на этом, в принципе, все, опять-таки, основа. Значит, возьмем железный блок. Конструкцию, на самом деле, удалось укомпактить за счет именно уменьшения вот здесь вот, короче говоря, системы сброса, уменьшил на один блок, именно вот это место просто лишнее убрал. И за счет изменения полностью системы блокировки сигналов. Здесь полностью новая абсолютно система. Работает. Ну, конечно, работает, тогда не помнила. Ладно, как-то работает. Так, так. Так, так. Вот так вот. Проверить сигнал. Здесь ставим факел. Здесь ставим железо. Здесь также факел. Ну, и дублируем вертикально вверх ее, чтобы было проще. Раз, четыре. Достаточно? Не, я думаю, пять. Вот. Ну, вроде все нормально. Так. Теперь нам нужно сделать так, чтобы как-то вот в этом месте у нас при нажатии рычага, скажем, внизу где-нибудь, давайте здесь сделаем репитер, так же, ну, то есть уставим, так же, как на системе сброса. Редстоун. И по нажатию на этот рычаг должно все блокироваться. То есть, смотрите, здесь нажали кнопку, то есть у нас будет блокироваться. И проводим тут тучки рестаун. Проведем даже через репитеры, чтобы у нас не каратило ничего. Ну, и смотрим. Поскольку здесь сигнала нет, то есть мы как бы нажали заблокировать, а здесь сигнал нет, нужно здесь, чтобы он был. Для этого ставим сюда инвертор. Давайте сдублируем конструкцию, перерасекали, чтобы у нас, опять-таки, не было никакого геморроя. Очередного четыре раза. Нет, четыре раза. Вот. Теперь проводим здесь, здесь наши железные блоки. Так, так, так. Ну, это, думаю, можно убрать. Так вот. Проводим здесь репитеры. И смотрим, что они уже по умолчанию горят, поскольку здесь факелы чередуются сигналами. Вот так все работает. То есть на, короче говоря, порядковом принципе. Значит, строим дальше. Строим также железные блоки. Здесь нужно, опять-таки, поставить факел, чтобы он горел постоянно. И репитер. Задержка здесь будет везде одинаковая, то есть все нормально. Так, здесь также такую же систему. Здесь уже два репитера только. Вот. Ну, и в самом конце, опять-таки, факел и репитер. То есть все стандартно. Вот, собственно, и все. Это конструкция блокировки. То есть, если мы уберем отсюда сигнал с рычага, у нас все здесь погаснет. Соответственно, блока не будет, и у нас можно спокойно будет печатать на экран наши символы. Так, теперь выделяем всю конструкцию и сдублируем ее по горизонтали. Сколько раз, сколько раз? Ну, четыре раза. Четыре раза. Так, четыре раза. Вот, собственно, и все. И давайте ее опробуем в деле. То есть, по идее, у нас весь дисплей уже готов. Осталось только несколько нюансов учесть. Давайте все сбросим, если там еще не сброшено. Ну, я уже вижу, что ничего не сброшено. Поставим блок и попробуем ввести что-нибудь на экранчик. Нажимаем, нажимаем, нажимаем. Что угодно. Или у вас работало. Естественно, на экран ничего заводиться, по идее, не должно. Но, если мы берем блок, по идее... Да, что ж такое, я падаю. По идее, все должно вводиться. То есть, пока что, пока что, я конструкции более компактно не видел ни у кого. Это самый такой передовой хрен. Так, ну, вроде все нормально вводится, вполне. Да, все достойно. Давайте пробуем весь верхний ряд активировать, чтобы убедиться, что точно все работает. И, кстати, все эта сторона лагает. Ладно. 30 фпс, нормально. Так, ну, вроде все нормально вводится, все прекрасно, все записывается. Ну, естественно, можно сделать красивую окантовочку вокруг экрана. Чтобы было более четко видно, как и что. Ну, надеюсь, вам эта конструкция пригодится, потому что мне уже... На ее основе, собственно, я буду дальше строить свой iMac. И уже оперировать, собственно, с ним. Так, ну, вроде бы, вроде бы все. Да, вроде бы все, дисплей готов. Ну, всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До свидания.